Когда мы читаем евангельскую притчу о фарисеи и мытаре, обычно осуждаем фарисея, представляя его плохим человеком. На самом деле нам до его благочестия, как до луны пешком. Он ходил каждую неделю обязательно в храм, подолгу молился и утром и вечером соблюдал заповеди Божии, жертвовал на церковь и давал милостыню. Кто сегодня из нас так живет? Очень немногие. Но несмотря на все это, фарисея был осужден, а мытарь оправдан. Проблема фарисея была в том, что он гордился своими добрыми делами, не видел грехов, а значит, не имел покаяния. А мытарь же, наоборот, стоял в самом конце храма и не смел поднять глаз, бил себя в грудь и молился «Господи, буди милостив мне грешному». И Господь принял его смиренную молитву, а фарисея с его гордыми молитвами отверг. Большинство людей обычно уверены, что они не делают ничего плохого, а значит, и раскаяться им не в чем. Когда с ними начинают говорить о грехах, пожимают плечами. Опять вы тут в церкви проблемы выдумываете, людям спокойно жить не даете. Сейчас вообще популярно мнение, что главное в духовной жизни – это приобретение добродетелей, что не надо тратить силы на негатив, на покаяние, борьбу с грехами и страстями. Наоборот, нужно искать в себе светлое, доброе, его развивать. Звучит, на первый взгляд, красиво и разумно, но совершенно противно тому, чему учил Христос. Когда Господь вышел на пробовать, первые слова, которые Он сказал людям, были «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И предтеча Господень, креститель Иоанна, как мы читаем Евангелие, проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Апостолы после Пятидесятницы, просвещенные Духом Святым, призывали людей к покаянию, потому что покаяние – это обязательное условие встречи с Богом. Как говорили святые, без покаяния нет спасения. Это как смертельно больному прийти к врачу, вместо того, чтобы рассказывать о своих болячках, начать обсуждать проблемы медицины или хорошую погоду. Как об этом заметил протеерей Дмитрий Смирнов. В Царство Небесное входят не хорошие люди, а кающиеся грешники. Вот в чем дело. Хорошие люди идут на доску почета. Такие дела. Субтитры подогнал «Симон»